Понедельник, 19-й седмице по Пятидесятнице, 16-е зачало Евангелия от Луки. И разнесся слух о нем по всем окрестным местам. Выйдя из синагоги, он вошел в дом Симона. Тетя же Симонова была одержима сильной горячкой, и просили его о ней. Подойдя к ней, он запретил горячки и оставила ее. Она тотчас стала и служила им. При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к нему, и он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Выходили также и бесы из многих с криком и говорили «Ты Христос, Сын Божий». А он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос. Когда же настал день, он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал его, и, придя к нему, удерживал его, чтобы не уходил от них. Но он сказал им и другим городам благовествовать, я должен в Царстве Божие, ибо на то я послал, и проповедовал в синагогах галилейских. Прочтенное зачало Евангелия от Луки повествует о том, как Господь наш Иисус Христос посетил дом Симона, то есть имеется в виду апостол Петр, его имя Симон, но впоследствии Господь наречет его именем Петр. И в этом доме, когда Господь вошел в него, он застал тещу апостола Петра, находящуюся в горячке. Это рассказ, который есть у всех трех евангелистов, так называемых синоптиков, то есть Матфея, Марка и Луки. Важное указание о личной жизни апостола Петра. Из этого рассказа очевидно, что апостол Петр находился в браке, и у него была теща. И здесь говорится о ее заболевании, именуется оно горячкой. Как уже отмечалось при толковании этого рассказа у других евангелистов, под горячкой следует понимать вообще любое заболевание, которое влекло за собой высокую температуру и озноб. То есть в то время горячкой могли называть самые разные заболевания, сопровождавшиеся подобного рода симптомами. Господь исцелил тещу Петра по просьбе домочадцев. Сказано, что просили о ней. Не указано, кто просил, но сказано, что просили. Очевидно, что те, кто находились в доме апостола Петра, то есть его семья, его домочадцы. И Господь исцеляет ее, но не просто исцеляет, а как здесь сказано, что она тотчас стала и служила им. Очевидно, что после многих болезней, тем более изнуряющих, человеческое тело, человеческий организм, даже когда человек выздоравливает, он еще не в полной мере дееспособен. Есть слабость, которая требует, что называется, реабилитации, дополнительного ухода. Но то, что здесь сказано о том, что она сразу после горячки стала и служила им, указывает на ее полное исцеление. Она не просто выздоровела, она стала обладать силами, как здоровый человек. То есть Господь, Он настолько производил исцеление и вообще, и в данном случае, что человеку возвращались вообще его силы. Человек становал полностью здоровым. И вот это вот указание, что она тотчас встала и служила им, как раз указывает именно на это. Далее говорится о том, что многие приходили к Господу и приносили больных, и те, кто был бесноватый, приводили, дабы Господь исцелил и изгнал бесов. Здесь есть одно важное уточнение. И Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их. Возложение рук. Возложение рук – действие, символическое действие, которое очень часто упоминается в Священном Писании, как Ветхого, так и Нового Завета. И носит разное значение. Чаще всего, например, в Ветхом Завете возложение рук – это благословение. То есть для того, чтобы воздать благословение, например, от отца сыну, когда отец благословял сына, то возлагались руки. Мы знаем, что таинство рукоположения в священной степени, то есть в Дяхонскую, Пресвитерскую и Епископскую, также возлагаются руки. Но и, как мы видим из упоминания нынешнего евангельского чтения, Господь исцелял людей, возлагая руки. И здесь возложение рук – одновременно благословение, подаваемое Господом людям, жаждущим исцеления, и с этим возложением рук – исцеление, которое подойдется через божественное благословение. Также упоминается, как и во многих других евангельских рассказах, что бесы, когда Господь их изгонял, кричали, что он сын Божий, а он запрещал им это делать. Запрещал он им это делать, как указывают многие святые отцы, и златоуст, и иные толкователи, чтобы не принимать вот этого неуместного и ненужного исповедания от бесов. Почему неуместного? Ну, потому что Христос, он явился в зраке раба, как сказано в послании апостола Павла, и он скрывал свое мессианство, он прямо о нем не заявлял. И то, что бесы, конечно же, принуждаемые присутствием самого Богочеловека, его благодатной силой, как бы вынуждены были даже помимо своей воли возопить это исповедование, оно, тем не менее, Господом не принималось, так как, во-первых, это бесовское исповедание, оно несет в себе ценности, и, во-вторых, так как Господь хотел исповедания от людей, но чтобы это исповедание было свободным, а не принудительным. Интересно, что мы можем вспомнить при чтении этого и других схожих мест выражение из послания апостола Иакова. Апостол Иаков в своем соборном послании, рассуждая о вере, говорит, что то, что ты веруешь в мессианство Христа, это хорошо, но и бесы веруют и трепещут. То есть эти слова апостола Иакова, они напоминают то, что само по себе исповедание Христа Сыном Божиим и Мессией не обозначает, что это настоящая вера. Вот бесы тоже исповедовали его Сыном Божиим, но, тем не менее, не желающим жить по заповедям Господним, не желающим покаяться и принять Христа. Понятно, что, как известно по христианскому вероучению, бесы настолько уже закоренили в своей злобе, что покаяться не могут, не могут изменить этого своего злого состояния, состояния злоя в своей когда-то доброй воле. И поэтому, хотя бесы исповедуют Христа Сыном Божиим, он не принимает их исповедание, так как оно является не искренним, не настоящим и не есть настоящей верой. Далее говорится, что Господа просили не удаляться из этой местности. Вот интересный тоже момент. Вспомним проповедь Христа в Назарецкой синагоге, после которой народ, слышавший его проповедь в синагоге, исполнился яростью и даже хотел убить Христа, сбросив его с высоты утеса. Но в данном случае, в другом городе, в другой местности, Господа и принимают, и веруют в Него, и даже просят не удаляться, потому что хотят услышать слово проповеди и хотят получить исцеление. Очевидно, что было очень много больных людей, и каждый хотел, чтобы его больные друзья, родственники, члены его семейства получили исцеление от Христа. Поэтому просят Христа не удаляться. И здесь вот есть интересный ответ Господа. Он говорит, «И другим городам благовествовать я должен Царствие Божие, ибо на то я послан». То есть Господь определяет цель своего посланничества как проповедь Царства Божьего. Сам Господь указывает на это в этих словах. Что такое Царство Божие? Царство Божие – это состояние благодатного освящения, обновления во Христе, в котором человек духовно возрастает, духовно обновляется и получает прощение грехов. Это связано с уверованием во Христа как в Мессию, уверованием во Христа как в Сына Божьего. И каждый, кто действительно принял и уверовал в Христа как в Сына Божьего, тот начинает присоединяться к Царству Божьему. И вера наша, она есть ключ к Царству Божьему. Когда мы веруем во Христа, Царство Божие, как и сказано в Писании, внутри нас есть. И Господь, хотя и исцелял, и безусловно понимал, что люди просят Его не удаляться из их пределов, желая получить наставление и исцеление, тем не менее говорит, что Он должен ходить и по другим городам, чтобы и другие люди услышали проповедь о Царстве Божии и уверовали в Него как в Сына Божьего и ожидаемого Мессию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова